Тайна загадочного письма от убитой женщины Что ты увидела? Конверт с отрезанным пальцем Таким образом она пыталась показать мне, кто ее убил Мы найдем ответ, когда голос мертвый будет у меня в руках Перед убийством женщину записывали на этот диктофон Тогда я даже представить не мог, какие нечеловеческие поступки совершил этот мужчина Включите его Это Ростислав Кулик Ему всего три года Как и все мальчики его возраста, он обожает игрушечные машинки и поезда Внешне обычный жизнерадостный малыш Однако его родители, Сергей и Оксана, боятся, что сын может скоро умереть Они уверены, Ростика пытаются задушить какая-то нечисть Мальчика уже несколько раз находили с затянутыми веревками на шее Взрослые никак не могут понять, почему маленький ребенок надевает себе на шею петлю Бывает подбегает, я не могу развязать, страшно Потому что, ну не знаю, что оно, как и почему Они вкладываются в голове вот это все Мама с папой прячут подальше все веревки Но маленький мальчик каким-то образом их снова находит По словам родителей, малыш, рост которого не больше метра Самостоятельно никак не смог бы достать веревки с трехметрового шкафа Но самое страшное Перед тем, как с мальчиком начал происходить весь этот кошмар Сергей и Оксана почувствовали в своем доме присутствие какой-то потусторонней силы Как будто кто-то присутствует в комнате именно Поворачиваешь голову, ну какая-то вроде бы силуэт И только ты начинаешь на нее смотреть, она уходит в бок, в сторону Как будто что-то стоит сзади, либо со стороны, с боку, черный силуэт Оксана ни на минуту не оставляет ростика одного Она почти перестала спать и нормально есть Говорит, живет в постоянном страхе Боится, что однажды найдет своего сына задушенным Это страшно Какое пережить Но самое ужасное, по словам Оксаны, что неизвестная сила Теперь открыла охоту и на отца Ростислава Ведь за последний месяц Сергей уже дважды чуть не остался без головы Первый раз это случилось две недели назад С соседнего дома на него ни с того ни с сего Упал огромный лист гипсокартона, когда он проходил мимо Упал, потерял сознание И очень испугалась, сразу побежала к нему Конечно, это очень страшно Я сильно переживаю А уже через неделю Сергею чуть не отрезало голову электропилой Он пилил дрова и в какой-то момент абсолютно исправная техника внезапно вышла из строя Острый металлический диск оторвался и полетел в сторону Сергея Она лопается и кусок отлетает прямо в стену Сергею чудом удалось уклониться и этим спасти себе жизнь Это, конечно, ужас Сергей говорит, что все эти случаи можно списать на простое стечение обстоятельств Однако каждый раз перед ними он чувствовал за своей спиной присутствие какой-то нечисти Какое-то ощущение, как будто кто-то в спину стоит, рядом за тобой стоит То есть, повернув голову, как бы не видно никого А два дня назад случилось такое, отчего просто волосы становятся дыбом Сергей собирался ехать к родным в соседнее село и по дороге решил заправиться Он вышел из авто, чтобы рассчитаться, а спустя несколько минут его машина внезапно вспыхнула То есть, сунул пистолет в бак и пошел к кассе рассчитываться Бежит заправщик и кричит, у тебя горит машина То есть, прямо на заправке у нас загорелась машина Позже ни на одной СТО специалисты так и не смогли объяснить Сергею причину странного возгорания Нет тут рационального объяснения, почему оно загорелось Но самое страшное, что в тот день с отцом в авто должен был находиться его маленький сын Мальчика спасло то, что мама в последний момент неожиданно решила оставить его дома Ничего, боюсь похоронить мужа с ребенком Страшно Супруги уверены, что их семью истребляет какая-то потусторонняя сила И это связано с родовым проклятием Ведь в семье Сергея один за другим умерли уже шесть мужчин И все в молодом возрасте Это не может быть случайность, это закономерность Нормальные люди не то, что там, например, алкоголики Или не загородные, все в порядке Оксана говорит, что экстрасенсы для нее последняя надежда Я хочу попросить о помощи, чтобы я не потеряла ни мужа, ни ребенка Потому что это очень близкие ко мне люди Я очень боюсь их потерять Помочь семье отозвались сильнейшие эксперты проекта «Экстрасенсы-детективы» Азербайджанский сновидец, потомок пророка Магомета Хаял Аликперов И таролог из Днепра Ольга Стогнушенко Экстрасенсы еще до поездки поработали с фото семьи И пока съемочная группа собирается, делятся своими впечатлениями Когда я работала с фото Сергея, мне пришло видение Я увидела женщину в белой одежде, всю в крови Ее убили Ее зарезали? Нет, она сказала, что ее задушили Почему же она окровавлена? Кто эта женщина? И как это все касается Сергея и его семьи? Я не знаю Но когда я у нее спросила, кто ее убил Она мне показала конверт с отрезанным пальцем Отрезанный палец? Просто кошмар какой-то Что это может означать? Оля, недавно ко мне за помощью обращались люди Пострадавшие от магии Вуду Я выяснил, что в таких ритуалах используют части тела Кости, зубы и даже отрезанные пальцы Может, сила, которая охотится за семьей Как-то связана с этими обрядами? Мы были шокированы словами экстрасенса Но в этот момент наш администратор сообщил Что съемочная группа уже готова к выезду Поэтому мы отправляемся Когда я работал с фотографией Сергея Джинны сказали мне странную фразу Спасешь девочку, улетающую в воздухе Остановишь смерть Я не понимаю, как это трактовать Но Джинны мне говорят, что я найду ответ Когда голос мертвый будет у меня в руках Ничего не понимаю Какой еще мертвый голос? То, что почувствовали экстрасенсы, шокирует Отрезанный палец в конверте Летающая девочка и голос покойницы Как это понимать? Тем временем ясновидцы уже возле дома Сергея И его семьи в поселке Березно Добрый день Добрый день Добрый день Меня зовут Сергей Меня Оксана Меня зовут Ольга, это Хаял Очень вас ждали Очень Спасибо, что вы приехали Проходите, пожалуйста Когда я вошел во двор, меня словно током ударило Возле Сергея я увидел силуэт мертвого мужчины На шее которого была завязана веревка Если бы мы только знали, зачем на самом деле пришел этот дух У этого мужчины какая-то веревка на шее Он не старый У него темные волосы и длинноватый нос Вы знаете, кто это может быть? Да, это мой отец Ваш отец самоубийца? Позже мы выяснили, что отец Сергея повесился несколько лет назад Полиция указала причиной самоубийства конфликт с женой Однако Сергей до сих пор не понимает, как отец мог так поступить Я был шокирован Неужели это отец после смерти пытается убить Сергея и Ростика? Но зачем? Мы должны были настроиться на энергетику этого мужчины Я чувствую, что вы очень любили своего отца И его гибель стала для вас страшной трагедией Вы очень тяжело пережили его смерть Сообщил, что отец умер И больше он ничего мне не смог сказать Шоковое состояние Просто целую ночь просто просидел, просмотрел в одну точку Не разговаривал, ничего После этого я год ничего не помнил У меня год будто вырвали из жизни Вы очень скучаете по нему? Да Очень у вас в груди, так знаете, аж печет по отцу Отец Отец был для меня всем Он меня вырастил, он меня воспитал мужчиной Мне больше не к кому было обратиться Он мне был и матерью, и отцом Сергею тяжело говорить об отце Ведь они были очень близки Сильный и стойкий мужчина не может сдержать слезы Я вижу вас маленького с отцом А вашей матери рядом нет Где она? У них были с отцом конфликты, и она уехала Она сама из России, из севера И она поехала туда Ваша мать вас бросила? По словам Сергея, мать оставила его, когда мальчику было всего три года Она якобы не хотела терпеть конфликты с мужем Поэтому однажды просто собрала вещи и ушла Сергей, вы знаете, я чувствую, что у вас очень большая обида на мать Материнской любви мне очень не хватало Да, у меня была обида Когда вы говорите о матери, мне почему-то приходит картинка Как ваш отец держит в руках какие-то горящие листы Что это означает? Да, был один момент Нашел я в его кармане письмо от матери с севера Но затем спустя какое-то время увидел, как отец сжигает это письмо Мужчина так и не позволил сыну прочитать письмо от матери А позже Сергей увидел, как отец бросил в огонь целую кучу каких-то конвертов Помнит лишь, как выбежал во двор и заметил, что на всех письмах было указано имя его матери Сергей, вы говорите, что мать вас бросила Однако я вижу, как вы стоите возле нее уже взрослый Вы нашли свою мать? Нашел я ее Когда Сергею было 20, в старых вещах отца он случайно нашел уцелевшее письмо от матери В нем она писала, как скучает по сыну и хочет его увидеть Ее адрес был указан на конверте Поэтому парень решил во что бы то ни стало найти маму, которую не видел много лет Просто хоть увидеть мать, какая она Все рассказывают, что она была хорошая, то есть отличная мать была, что виноват отец Что он очень строгий и ревнивый был Джины говорят мне, что встреча с вашей матерью открыла вам глаза Вы узнали, что она на самом деле не собиралась вас бросать Что она вам рассказала об отце? Что он ее убил И она из-за этого Вроде пыталась за мной поехать, меня забрать с собой и уехать Он просто не отдал Не отдал Вы знаете, я чувствую это боль женская Материнская боль по своему ребенку Она очень хотела с вами быть Но она убегает от насилия Отец Сергея сказал жене, что если она попытается забрать сына, то он убьет их обоих И женщине пришлось оставить ребенка с мужем Странно, но несмотря на то, что сыну все-таки удалось отыскать родную мать Я чувствовал, что сейчас эти люди между собой не общаются Словно и не было никакой встречи Сергей так долго мечтал увидеться с мамой А когда нашел ее, почувствовал, что они совсем чужие люди Будто я приехал, грубо говоря, к тете в гости Вот так, здрасте, здрасте, и все Я даже не знал, что делать И если я прожил 18 лет без матери, то я просто не знаю этого чувства Я с трех лет не понимал, что такое мать По словам Сергея, он так и не смог найти с мамой общий язык Поэтому, погостив несколько дней, вернулся домой Говорит, несмотря ни на что, самым родным человеком для него остался отец Но неужели именно он является той самой силой, которая хочет убить Сергея и его сына? В этот момент я услышал голос отца Сергея Он сказал, я здесь, чтобы защитить сына от нее Спаси его Я не понимал, о ком идет речь От кого нужно спасать Но вдруг вокруг нас начали появляться духи мужчин Они были похожи на зомби Я чувствую, что духи мужчин, которые сейчас появились Это погибшие члены вашей семьи Но почему они все с веревками на шее? У меня в семье шесть суицидников Да, гибнут мужчины Мы были поражены Но выяснилось, что все погибшие мужчины в семье Сергея Действительно покончили жизнь самоубийством Возможно, это как-то связано с той силой, которая сейчас охотится за Ростиком и его отцом По моим ощущениям, всех этих людей словно что-то толкнуло наложить на себя руки Такое впечатление, что включается какой-то механизм, после которого вешаются мужчины в этом роду Я подумал, возможно, это как-то связано с нечистью, которую мы ищем Нужно было настроиться на смерти этих мужчин-самоубийц Мои джины говорят мне, что все мужчины в этой семье лишили себя жизни из-за убийства какой-то женщины Вы понимаете, о чем идет речь? У моего дедушки был родной брат, и он задушил свою жену на печи За это его посадили Об этом жестоком убийстве тогда говорил весь поселок Мужчина из ревности убил свою жену Родственник Сергея, которому на тот момент было всего 30 лет, задушил свою любимую, когда она спала Может, дух этой женщины теперь убивает всех мужчин в вашей семье? Смотрите далее Голос мертвой женщины откроет страшную тайну семьи Куда выхаял? Я увидел какую-то тень, которая вошла в дом Я лишь помню, как в тот момент я повернула голову и увидела, что в углу комнаты стоит темный силуэт и протягивает ко мне руки Дух сейчас показывает мне такую картинку Верхняя полка, шкаф, а там спрятан какой-то предмет Да, это же диктофон И я чувствую, что разгадка в этой записи Вы смотрите проект расследований экстрасенсы-детективы Сильнейшие экстрасенсы страны, Хаял Олегперов и Ольга Стогнушенко, приехали помочь семье Кулик Супруги уверены, что какая-то потусторонняя сила истребляет их рот по мужской линии Уже шесть родственников Сергея умерли один за другим И все в молодом возрасте Это не может быть случайность, это закономерность Жена Сергея, Оксана, не переживет, если следующими в этом списке станут ее муж и трехлетний сын Чего боюсь похоронить мужа с ребенком Страшно Я найду ответ, когда голос мертвой будет у меня в руках Я увидела женщину в белой одежде, всю в крови Ее убили Когда я у нее спросила, кто ее убил, она показала мне конверт с отрезанным пальцем Мои джинны говорят об убийстве женщины в вашей семье У моего дедушки был родной брат И он задушил свою жену на печи За это его посадили Может, дух этой женщины теперь убивает всех мужчин в вашей семье? Эта покойница действительно приходила с того света, но лишь для того, чтобы отомстить своему убийце Она забрала его с собой Да, он пришел из тюрьмы и на той же печи сам и умер Совпадение это или нет, но через две недели после выхода из тюрьмы у мужчины внезапно остановилось сердце И умер он на том же месте, где убил свою жену Но, по моим ощущениям, дух погибшей женщины отомстил только своему убийце Что же тогда заставило наложить на себя руки других мужчин в этой семье? И касается ли все это силы, которая охотится за Сергеем и его сыном? Тогда еще никто не знал, какие тайны скрывает эта семья Джинны говорят, что мужчины в вашей семье вешаются из-за убийства этой женщины Но не потому, что она их забирает, а потому, что их прокляли Это сделала мать убитой Да Я даже слышу эти слова Женщина Она кричит Чтоб ни тебе, ни твоим сыновьям, ни твоим внукам Не быть счастливыми с женщинами Гибнуть вам от страшных смертей Будьте вы все прокляты Так неужели Сергей и его маленький сын обречены умереть из-за материнского проклятия? Помогите, пожалуйста, снять это проклятие Остановить это все Очень вас прошу Потому что это очень страшно Потерять мужа и сына Это просто нельзя пережить Больно и страшно Но в этот момент джинны сказали мне, что из-за проклятия Страдают только прямые потомки убийцы Сыновья и внуки двоюродного деда Сергей, его сын и отец не были прямыми родственниками убийцы Так что на них проклятие не действует Ни я, ни моя коллега Ольга тогда не понимали, что это не последнее жестокое убийство О котором нам придется узнать во время этого расследования Я решила провести обряд, чтобы на некоторое время остановить это проклятие Чтобы от него полностью избавиться, родным Сергея нужно пойти в семь храмов Поставить свечи за упокой убитой женщины И помогать больным и бедным людям Но не успели экстрасенсы провести обряд Как Хаял Алекперов вдруг с тремглав бросился к дому Сергея Я почувствовал во дворе какой-то ледяной холод И в этот момент увидел, как передо мной появился чей-то силуэт А затем услышал слова «Я отомщу за свое убийство» Но я даже не успел рассмотреть, кто это был Ведь этот призрак вошел в дом Куда вы, Хаял? Я увидел какую-то тень, которая вошла в дом Что такое? Ужас! Что это за звук? Невероятно! Посреди комнаты лежит антресоль, которая висела над дверью Но кто ее сбросил? Ведь в доме никого не было Я даже не могу объяснить Сама в шоке Это была та сила, которую я увидел Она словно перекрывает нам дорогу Возможно, она не хочет, чтобы мы спасли эту семью Я лишь помню, как в тот момент я повернула голову И увидела, что в углу комнаты стоит темный силуэт И протягивает ко мне руки Если бы я только знала, что пытается мне показать эта сила Хаял, вы видите? Вижу Сергей и Оксана говорят, что тоже постоянно чувствуют в доме кого-то с того света Мы вечером в основном здесь, на диване Смотрим телевизор И боковым зрением как бы видишь какую-то тень Кто-то вроде бы наблюдает Как только голову поворачиваем, она просто исчезает в сторону Прячется как бы Я чувствую, что эта сила хочет убить вас И она словно угрожает Я вижу кресты на стенах Это знаки, которые эта сила оставляла в доме Был крест нарисован на обратной стороне стекла На часах Мы его попытались стереть Если присмотреться, то он там еще остался Действительно крест, смотрите О господи, туда даже рука не пролазила Оксана до сих пор не понимает, как этот загадочный крест мог появиться на внутренней стороне стекла часов Ведь добраться туда рукой или другими предметами нереально Это смертельная угроза всей вашей семье И идет она от какой-то потусторонней силы Она уже проявляла себя И проявляла себя очень агрессивно Мне какие-то ножи идут Ножи в вас летят Ни с того ни с сего падал кухонный нож Я вовремя убирал ногу Сергей говорит, что не раз прямо на глазах Нож со стола словно сбрасывала чья-то невидимая рука И он чудом успевал спастись от острого лезвия Сейчас супруги хранят все ножи в закрытом ящике Ведь рядом с родителями всегда находится маленький ростик И родные боятся, что однажды острый нож может упасть прямо на ребенка Сами стены дома по энергетике были чистые Однако нечисть почему-то постоянно приходила в этот дом Я не могла понять, откуда взялась эта сила Но то, что я увидела дальше, меня просто поразило В этот момент джинны сказали мне, что мы должны найти женщину Которую убили из-за любовного треугольника Я хотел посмотреть в своей книге, что это может означать Но вдруг увидел, как за окном появился дух какого-то мужчины Нам нужно на улицу, там какой-то дух Кто тот мертвый мужчина, которого увидел Хаял Аликперов? Возможно, это та самая сила, которая охотится за семьей Этот мертвый показывает рукой на тот дом и говорит Туда придет смерть Я должен понять, кто он Что означают слова духа? Возможно, угроза нависла не только над семьей Сергея, но и еще над кем-то Дух привел меня в это место Вы знаете, кто здесь живет? Нет Вообще нет Он просит о помощи Он говорит, если я помогу ему спасти девочку Он поможет мне найти того, кто охотится за вами и вашим сыном Добрый день Добрый день Добрый день А как вас зовут? Скажите, в вашем доме живет какая-то девочка? Возможно, у вас есть дочь? Есть Катяшка Эта женщина совсем не ожидала увидеть у своих ворот известных на всю страну экстрасенсов Однако отвечает на их вопросы Дайте, пожалуйста, руку Дух какого-то мертвого мужчины сказал мне, что она летает Что это означает? В ураганы не попали Мой ребенок, сестры мои, сын И что? И соседская девочка Оказывается, в этом доме живет школьница, о которой несколько лет назад говорили во всех новостях Летом 2017-го она вместе с другими детьми гуляла возле реки, когда поднялся страшный ураган Затем появился смерч Маленькую Катю подняло на несколько метров воздух и некоторое время носила над землей Позже девочка рассказала нам, что помнит о том дне Я чувствовала, что будет буря, что это может случиться Мне папа тогда говорил, не иди на речку Но мы не послушались, тогда такие черные тучи были Было очень страшно Град был вот такой Он нас очень сильно бил по голове, по всему И нас потянуло за собой в небо Очень страшно было, я полчаса не могла говорить Дух мужчины, который привел меня к этому дому, сказал Я спас Катю от смерча, но скоро ей может угрожать смертельная опасность Умоляю, спаси ее Я вижу этого духа Это молодой парень, ему лет 17 И вы с ним связаны кровно Кто это может быть? Брат у нас был Оп В воде В открытом водоеме Он утонул в 17 лет В 2008 году младший брат Инны при загадочных обстоятельствах утонул в местном водоеме Но о какой смертельной угрозе девочки идет речь? Дух этого парня говорит мне, что ваша дочь может пострадать из-за родного отца Что это означает? Он как выпьет, это два разных человека Как демон вселяется, правильно? Да Два разных человека Я говорю, не пей, а он говорит, я не могу, мне надо По словам матери, отец Кати, когда выпьет, становится неадекватным В таком состоянии он не раз поднимал руку на жену и маленькую дочь Я жила с таким человеком Я жила, он когда трезвый, человек как человек Только немного выпил, все, глаза красные, с кулаками И толкает, и сиди, рот закрой Но я сбежала, потому что я берегла своих детей Что вы делаете? Живу и все Инна призналась, что на самом деле не хочет разрушать семью и уходить от отца Кати Женщина верит, что он может измениться и снова станет прекрасным папой и мужем В этот момент я понял, зачем приходил покойный брат Инны Он просил нас о помощи Потому что это единственная возможность защитить его племянницу Тем временем к экстрасенсам выходит Вячеслав, отец девочки Вы знаете, Вячеслав, в моей стране дети это святое И мы делаем для них все И никогда не обижаем их Я не понимаю, как вы можете поднимать руку на родную дочь Так как-то получилось Зачем вы это делаете? Вы издеваетесь? Маленький ребенок, который вообще ни в чем не виноват, вообще Да, могу выпить, могу себя не контролировать Но так я нормальный и полноценный человек Так скажите мне, пожалуйста, что важнее? Выпить? Не контролировать? Или это женщина, ваш ребенок, которая с вами рядом? Вы представляете, к чему это может привести? Если уже дух с того света просит спасти вашу дочь Вячеслав молчит и ничего не говорит в свое оправдание Спасти человека от алкоголя магии невозможно Ведь это никакие не бесы, не демоны Это личный выбор человека Единственное, что я могла сделать, это поставить защиту на девочку Чтобы каждый, кто поднимет на нее руку, сильно об этом пожалел Вячеслав, вы понимаете, что теперь, если вы хотя бы раз поднимете руку на свою дочь или жену Вам будет очень плохо Но если я тебя обижаю, то я извиняюсь, я тебя больше не буду обижать Пообещайте мне, как мужчина мужчине, что больше никогда не обидите их Обещаю Ей пообещайте Ин, обещаю В этот момент дух брата Инны сказал мне Спасибо, что спас Катюшу Он дал мне подсказку Сказал, возвращайся в дом, из которого ты пришел Я покажу, где спрятан голос мертвой женщины Открой ее тайну И тут я вспомнил Именно об этом говорили мне джины в начале расследования Джины мне говорят, что я найду ответ, когда голос мертвой будет у меня в руках Мы должны вернуться в ваш дом Там нас ждет разгадка Но кто эта мертвая женщина, о которой уже не впервые за это расследование говорят экстрасенсы? Дух парня сейчас показывает мне такую картинку Верхняя полка шкафа Там спрятан какой-то предмет Подождите Он показывает мне на соседнюю комнату Да это же диктофон И я чувствую, что на него записывался женский голос Смотрите далее Любовь, которая привела к страшной трагедии Ой Ой, мама Ой, мамочка Что здесь творится? Я вижу женщину Она вся в крови Ее здесь убили Дух говорит мне, что причина какой-то изменит Вы будете шокированы, когда узнаете, что натворил этот мужчина И кто убил женщину Джины говорят мне, что ее убил мужчина, у которого нет пальца Кто это? Мы вернулись Вы смотрите новый сезон проекта Экстрасенсы-детективы Сильнейшие экстрасенсы страны Ольга Стогнушенко и Хаял Олегперов Выясняют, какая потусторонняя сила Пытается расправиться с трехлетним мальчиком и его отцом Джины сказали мне, что мы должны найти женщину, которую убили из-за любовного треугольника Куда вы, Хаял? Я увидел какую-то тень, которая вошла в дом Что такое? Это была та сила, которую я увидел Она словно перекрывает нам дорогу Если бы мы только знали, что было спрятано в доме И кто был этот Дух Дух сейчас показывает мне такую картинку Верхняя полка шкафа Там спрятан какой-то предмет Подождите, он показывает мне на соседнюю комнату Да это же диктофон И я чувствую, что на него записывался женский голос То, что вы увидите и услышите дальше, не для людей со слабыми нервами Да, записывался Я хотел бы послушать Включите, пожалуйста Из фрагмента записи понятно, что это телефонный разговор какой-то женщины с мужчиной Но кто она? Зачем ее разговор записывали на диктофон? И зачем эта запись Сергею? Это голос мертвой женщины Этой женщины нет в живых Чей это голос? Ну, это женщина, которую любил отец Оказалось, когда Сергею было 15 У его отца появилась любимая женщина по имени Валентина Вместе со своими двумя дочками Такого же возраста, как и Сергей Она переехала в их дом И именно ее голос записан на диктофоне Сергей, зачем вам запись телефонного разговора вашей мачехи? Не двигайтесь все Я вижу дух женщины Высокая Волосы темного цвета Тонкие губы Это кто? Валентина В этот момент дух женщины сказал мне Это расплата Он сам виноват Однако я не мог понять Кому она хочет отомстить И почему И тут покойница сказала Что я смогу все понять лишь в доме Где она когда-то жила Со своим мужем Этот дом находится рядом с вами? Да, есть Это там жил отец То есть у вас и ключи есть? Мы можем туда даже зайти? Да Экстрасенсы с супругами идут к дому отца Сергея Ой Ой, мама Ой, мамочка Что здесь творится? Что здесь происходит? Что происходит с ясновидецей? Почему она плачет? И что увидела в этой вроде бы обычной комнате? Я вижу женщину Она вся в крови Все в крови Вот здесь она лежит Она не дышит Она не живая Ее убили Ее здесь убили Да Здесь убили жену вашего отца? Да Жены говорят мне, что ее убил мужчина У которого нет пальца Кто это? У моего отца были не все пальцы Эту женщину убил ваш отец? Да Мы в шоке от услышанного Но выяснилось, что в 2012 году в этом доме действительно произошло страшное убийство Отец Сергея жестоко расправился со своей любимой женщиной Это была та самая женщина, которая пришла мне в видение и протягивала конверт с отрезанным пальцем Я поняла, что таким образом она пыталась мне показать, кто ее убил Но зачем отцу Сергея понадобилось отрезать себе палец? И почему он был в каком-то конверте? В это трудно поверить Но позже мы узнали, что когда мать Сергея написала сыну первое письмо В ответ на него отец Сергея отрезал себе палец и отправил его женщине по почте По его словам, как он рассказывал Отец отрубил себе палец и отправил ей на север Он хотел ее вернуть и таким образом пытался показать, что любит ее, чтобы она вернулась В письме отец написал матери Сергея, что готов пожертвовать всем, лишь бы она вернулась Но зачем мужчина убил свою вторую жену? Странным было то, что я видела женщину всю в крови Но по моим ощущениям ее не зарезали Она умерла из-за того, что не могла дышать Выяснилось, что женщина действительно задохнулась Муж набросился на нее с такой силой, что ее ребра сломались и пробили легкие Позже об этом нам рассказала дочь погибшей Патологоанатом написал, что ребра сломались, проткнули легкие и сердце То есть мама моментально даже не почувствовала Подождите, если ваша мачеха задохнулась, то чья на ней была кровь? Моего отца? Но ведь он повесился, как такое возможно? Он пытался вскрыть себе вены, хотел рядом, получается, лечь Но кровь начала сворачиваться, поэтому он повесился После убийства жены и неудачной попытки самоубийства Отец Сергея вышел из комнаты, закрыл за собой дверь и повесился в коридоре Открыли дверь и увидели его Ну, я больше и не заходил туда Сергей говорит, что до сих пор не может входить в дом, где нашел мертвого отца Я чувствую, что из-за самоубийства вашего отца люди не сразу узнали об убийстве его жены В это невозможно поверить, но ни Сергей, ни правоохранители, приехавшие на вызов в этот дом, долгое время и не подозревали, что за закрытой дверью лежит тело убитой женщины Я чувствую, что ее увидели случайно Ее нашел мужчина в погонах, который искал в доме какую-то вещь Попросили зайти в эту комнату, найти какой-нибудь пакетик Он заходит и назад, и задом сдает Там кто-то есть Они у него спрашивают, кто А я не знаю, кто там Сергей говорит, что просто онемел, когда из дома вынесли еще одно мертвое тело Но зачем мужчина убил свою жену? И почему теперь страдает Сергей и его сын? И в этот момент дух женщины сказал К моей смерти причастен Сергей Я был просто поражен Как такое возможно? Дух говорит мне, что причина в какой-то измене Ваша мачеха изменяла вашему отцу? Оказалось, незадолго до смерти Валентина устроилась домработницей к одинокому мужчине Узнав об этом, отец Сергея устроил жене безумную сцену ревности А затем закрыл ее на несколько дней в подвале Приезжаю домой, мама вся в синяках Такие синяки аж на всю ногу Я говорю, мам, что такое? Короче, у нас в подвале есть погреб И он ее туда бросил Она там просидела день или два, я не помню Дочки уговаривали мать уйти от ревнивца Но Валентина решила поговорить с мужем И объяснила ему, что это просто работа И она никогда бы не изменила ему Но мужчина не поверил жене Рассказал о своих подозрениях сыну Сергей был возмущен, что женщина могла обманывать его отца Ну, как так можно? Тебе все давалось, тебе все делалось Чего тебе не хватало? И тебе просто захотелось другого чего-то? Должна аж подумать, что он тоже не дурачок Он же узнает И у Сергея возникла идея, как вывести мачеху на чистую воду Проследить за ней на авто Что я ему скажу? Успокойся Я ему предложил Вот машину куплю, поедем в Черников Приедем, посмотрим, грубо говоря, что она, где и как Хотел знать, действительно ему изменять или нет Сергей даже купил отцу диктофон И тот записал телефонный разговор Валентины с мужчиной, у которого она работала На этом же диктофоне запись Странная Получается, сама признается, что она действительно с ним как бы это изменяет? Да Да, действительно подтвердилось Она, получается, разговаривает, как сказать Как со своим любовником Как бы унижает отца Странно Однако я не услышал в этом разговоре ничего, что могло бы говорить об измене женщины К тому же я не почувствовал никакой любовной связи между Валентиной и мужчиной, у которого она работала Вы знаете, Сергей, по моим ощущениям, жена вашего отца работала у пожилого, одинокого мужчины Более того, я вижу, что он был прикован к постели И у нее физически не могло быть с ним никаких интимных отношений Он старый человек Сейчас выпала карта император То есть, это человек в возрасте 70-80 лет Валентина пошла работать к этому мужчине Лишь потому, что он пообещал ей за это какое-то жилье Которое она собиралась оставить своим дочкам Выяснилось, что мужчина, у которого работала погибшая, действительно пообещал переписать на нее квартиру за то, что Валентина до смерти будет за ним ухаживать Об этом нам рассказала ее дочь Мама же работала санитаркой в больнице Она познакомилась со стариком Инсультником Трижды перенес И он ей сказал, если ты будешь за мной ухаживать, я твоим девочкам оставлю трехкомнатную квартиру Она к нему ездила два раза в неделю Или раз в неделю убрать, постирать Ну, такое Это невероятно Получается, мужчина жестоко убил свою жену из-за измены, которой не было Сергей, вы поддержали отца в его подозрениях Предложили следить за женой Вы понимаете, что именно из-за вас появилась запись на диктофоне, которая и стала причиной убийства Я понимаю, да, что действительно моя вина Из-за этого диктофона оно как бы все и получилось Но я не мог ему отказать То, что в моих силах, что я смог бы, я бы дал все Потому что я знаю, как он мне давал Он мне последнюю копейку отдавал Но я чувствовал, что на самом деле Сергей это сделал не потому, что хотел поддержать отца А потому, что не любил мачеху с того самого момента, как эта женщина появилась в их доме После расследования Сергей признался, как, будучи подростком, мечтал, что мачеха станет для него новой мамой Однако всю свою заботу женщина отдавала лишь своим дочкам Первое воспоминание, какая женщина в доме Я ей был безразличен Грубо говоря, ни внимания, ни подарков, ни воспитания, ничего от нее не было А через несколько месяцев после женитьбы отец решил отдать сына в военное училище Сергей говорит, что приезжал домой раз в полгода И даже в такие редкие встречи он видел, что теперь его папа дарит все свое тепло и внимание Валентине и ее дочкам Дочек ее, скажем так, он помог устроить, обучить Грубо говоря, от меня забрали, а тебя отдавали Сергей был сильно обижен на свою мачеху Ведь на его взгляд, эта женщина украла у него отца Он рос без матери, а теперь потерял и отца В нем сидела сильная обида, которая душила его Но он и не подозревал, к какому трагическому финалу это может привести Да, я знал, что он вспыльчивый, он очень вспыльчивым был Я не думал, что они разойдутся мирно, но и на такое не рассчитывал Да, я предполагал, что он ее побьет, но он убил ее Да, я понимаю, что моя вина есть Моя вина есть Дух убитой мачехи – это та сила, которая охотится за вами и вашим сыном Она умышленно подбрасывает ростик у веревки Умышленно провоцирует смертельную опасность для вас Она хочет, чтобы ваш род закончился Это ее месть за убийство Помогите, пожалуйста, ей уйти теперь Чтобы успокоить ее душу, чтобы она успокоилась, чтобы это все завершилось Чтобы она нас просто оставила Помогите, прошу Единственное, что мы могли сделать, это вызвать дух Валентины Чтобы Сергей попросил у нее прощения Если он искренне это сделает, то дух женщины, возможно, простит его Тетя Валя, прости нас Что так, все получилось Я прошу прощения от всей нашей семьи За отца прошу прощения За себя прошу Не держи обиды Отпусти, пожалуйста, меня и мою семью Я не понимал, что делал Не осознавал Прости за содеянное Не думал я Ваши извинения приняты Мы закрыли Полностью Навсегда Историю с этой женщиной С ее болью С вашей болью И как только взойдет солнце Ее душа Улетит навсегда из вашего дома Каждому из нас Нужно как следует подумать Прежде чем давать людям советы Ведь любое слово, сказанное в неподходящий момент Может стоить кому-то жизни Этой милой девочке Марине Стыцюк три года Она живет в селе Малая Токмачка Неподалеку от Запорожья И очень любит фотографироваться У родных сотни ее снимков Но среди них лишь один особенный На ней малышка вместе с папой И такой фотографии в жизни Маринки Больше не будет Потому что осенью 2015 года Ее папа Юра погиб На 31-м году жизни А ты помнишь? Помнишь? Да Где твой папа сейчас? На тучке где-то? Он же за тобой наблюдает Да? Какая ты хорошая девочка Смерть Юрия стала шоком не только для дочери Но и для всех родных и друзей Был безотказным И очень добрым Всегда поможет Всегда спросит Всегда позвонит Сынок, я тебя проведаю А ты молчишь, ничего не говоришь Прошло полтора года А мы не знаем, как все произошло Молодой человек погиб При загадочных обстоятельствах В тот трагический вечер 12 ноября 2015 года Юрий пошел в кафе Посидеть с другом По словам товарища Они пробыли там несколько часов И попрощались Но Юра домой не вернулся На рассвете Его нашли бездыханным На проезжей части Будто бы произошло ДТП И мужчину Насмерть сбила машина Вот только ни водителя Ни машины До сих пор Никто не нашел Самым странным в этой истории Является не отсутствие машины Или виновного водителя А отсутствие на теле Юрия Повреждений, характерных Для гибели под колесами автомобиля Все кости у Юры остались целыми Все тело целое Да, голова побита Такие повреждения лица были Что там конкретно чем-то били Видно, что это была борьба Синенькие под глазами Было сдерто лоб Было сдерто вот здесь вот На правой руке костяшки Родные Юры в ДТП не верят У них есть собственная Более вероятная версия событий Его убили И выбросили на трассу Опыт подсказывал мне Это убийство Я решил взяться за это дело И отправился в родной город парня Тело Юрия было найдено На проезжей части возле моста В 4.07 утра Обнаружил его водитель грузовика Развозивший хлеб Водитель, а также родственники Сразу приехавшие на место гибели Утверждают Поблизости не было Ни осколков пар Ни следов торможения Тормозного пути Никакого не было вообще Я водителем проработал Проездил лет 20 Какая бы там ни была ситуация Если вот даже ДТП Человек на дороге По-любому жмешь на тормоз Мать парня показала мне вещи В которых погиб ее сын На них, как и на месте происшествия Тоже нет никаких следов от протекторов Я не вижу следов от машины Нет следов от машины нигде Курточка разорвана Почему она разорвана? Скорее всего дрался Скажите, а с этими вещами Были какие-то экспертизы? Проводились, не знаете? Нет Создается устойчивое впечатление Что никакой автомобиль Юру не сбивал А было ли что-то, может быть, необычное? Шапка была у него такого стального цвета Но ее не оказалось при нем На месте не было То есть из этого мы делаем вывод Что скорее всего шапка осталась там, где его били Зубов нету Зубов нету Челюсть выбита А зубы здесь были? Не было Если бы они были выбиты Вследствие дорожно-транспортного происшествия Они лежали бы где-то здесь Конечно, да Даже если предположить, что там от удара он мог как-то глотнуть их То, ну, в принципе, семь зубов он же не глотнет Масса вопросов к следствию Какой, по мнению правоохранителей, автомобиль сбил Юру? Где водитель? Почему вещи погибшего хранятся у матери? Почему не сделана экспертиза? Куда делись зубы потерпевшего и его шапка? Все эти вопросы я бы хотел задать следователю Роману Прасолову Добрый день Бэй, я адвокат, моя фамилия, я приседаю А нам нужен Роман Прасолову Ждем уже 20 минут Но следователь так и не выходит Роман, доброе утро Я сейчас нахожусь в Главном управлении Национальной полиции Запорожской области Внизу в вестибюле Я знаю, что вам оповестили о том, что я здесь Я вас ожидаю внизу Вы ко мне спуститесь? По поводу чего? По поводу гибели Юрия Стецюка Он трубку бросил Это очень по-мужски и очень профессионально Но кому Юрий мог перейти дорогу? С 18 лет он работал монтажником колеи на железной дороге Конфликтов с коллегами не было Наоборот, мужчину все любили и ценили Дома и среди знакомых вроде бы тоже все было хорошо Кто же мог забить Юру до смерти? Вообще, что сейчас с расследованием дела? Ничего, все глухо Экстрасенсы – последняя надежда семьи узнать правду и восстановить справедливость За дело возьмутся цыганская ведьма Рубина Цибульская и эмпат Ольга Стогнушенко Но перед самым выездом из Киева Рубина зачем-то просит водителя завести ее к нашему эксперту Михаилу Присяжнюку Алло, Миша? Мы подъезжаем уже, выходи Здравствуйте, Миша Держи мой шар, ни о чем меня не спрашивай Держи, оно пригодится в дальнейшем расследовании Все, Миша Так, ты мне позвонишь? Все, я тебе позвоню, да Я оставила Михаилу Присяжняку один из двух моих магических шаров Накануне мне было видение И очень хорошо, что я прислушалась к своей интуиции Этот шар помог разобраться с подозреваемыми и в итоге выйти на убийц Экстрасенсы прибыли в Запорожскую область Родственники Юрия встречают ясновидящих на месте, где нашли его тело Здравствуйте, меня зовут Рубина Меня зовут Ольга Стогнушенко Мы очень просим разобраться в ужасном убийстве моего сына Юрия Говорят, что это дорожно-транспортное происшествие, но мы не верим Нашли его вот на дороге, где венок, да Пройдемте к этому месту Можно я возьму фотографию? Били по лицу, били по голове, били Голова побитая-побитая Причем спереди и сзади Лицо сёсаная, как дошили Было ощущение, что Юрий пришел на это место не своими ногами Кто-то его туда привез Его убивал мужчина Но ключевой ситуацией является женщина Она как-то причастна Причем у меня состояние, что здесь не просто женщина А здесь какая-то любовь Вот слово такое идет, любовь, чувства Она ему близкая Жена может быть Жена Юры почему-то не пришла на встречу с нами Неужели она не хочет разобраться в смерти мужа, отца ее ребенка? Что-то здесь было не так Он говорит, найдите женщину, найдете мужика Неужели к гибели Юрия как-то причастна его собственная жена? Ты знаешь, Оля Вот ты говоришь любовь А я вижу здесь деньги У него в этот день произошел скандал из-за денег Он не знает, где найти деньги Я слышу только, где мне их взять Вы ничего не хотите сказать? Рубина обращается к одному из друзей погибшего Оказывается, что этому мужчине Юра звонил накануне смерти Тебе звони? Часов в семь вечера Просил одолжить денег Зачем деньги? Не говорил Но зачем Юрию понадобились деньги Еще и так срочно? Неожиданно дядя погибшего Шокирует присутствующих признанием Он мне должен был деньги В этот день вы потребовали у него деньги? Ну да, он в этот день Да, он мне говорит Пока не получается И все В следующий раз отдам Но, видимо, он себе решил Что ему надо вот сейчас их отдать И поэтому, наверное, позвонил другу Какая сумма? 1800 должен был за двигатель Ну, короче, я на ремонт машин он брал Прошел год, я ему говорю Ну, такую же сумму можно было отдать уже Юра как ошалелый искал деньги, чтобы отдать дяде И потребовал он их у своего должника А ведь должен ему человек Большую сумму денег Но он их много времени не получал Вы что-то знаете? Как зовут этого человека? Максим Это его друг? Да Максим Максим – друг детства Юрия Они дружили до выпускного А потом их пути разошлись Юра пошел работать на железную дорогу А Максим наломал дров И имел проблемы с законом Отбывал наказание за распространение наркотиков Юра говорил, что ему дали 7 лет Он ему перечислил сумму Юра взял кредит Я нахожу кредитное соглашение Говорю Это что за сумма? 15 600 На что ты их потратил? Я их дал Максиму На тюрьму Меня заинтересовал друг Юрия С уголовным прошлым Убить, чтобы не отдавать долг Такой человек явно мог А где сейчас этот Максим? Он на свободе Надо ехать к этому Максиму И разобираться с ним Рубина решила ехать разбираться с зэком А у меня в голове все время крутилась фраза Что причина в женщине Я попросила маму и сестру Юры показать Где живет его жена Я еду к Люде Ты едешь к Максиму А Рубина Цибульская вместе с дядей и братом убитого Направляются к дому его друга Максима Однако дома застают лишь бабушку Келину У вас есть внук Максим А у них есть брат и племянник Юра Мы расследуем его смерть Он здесь живет, Максим? Нет, он в Киеве Я бы хотела попросить у вас фотографию Максима Есть большая фотография Пойдемте, посмотрите Что я вижу, что он, как весточку он получил Юра получил весточку даже накануне смерти своей У меня в руках телефон Юрия Стецюка Полиция даже не приобщила его к делу В папке входящие есть сообщение от Макса Текст примерно следующий Привет, братан! Не звоню и не пишу Скоро увидимся СМС пришла 4 ноября Через неделю Юры не стало Странное совпадение Встретились ли друзья после того, как Максим вышел из тюрьмы? Рубина Цибульская решает не тратить время зря и звонит парню Здравствуйте, Максим Меня зовут Рубина Это программа «Следствие ведут экстрасенсы» Мы находимся сейчас у вас во дворе Я к вам пришла по поводу вашего друга Юра Его смерти Скажите, какая между вами связь? Вы ему должны какие-то деньги? Никого он никогда не брал в кредит То есть вы ничего ему не должны? Нет, вы так разваливаете, как прокурор Или как следователь Родственники Юры сказали Что он взял 15 тысяч в кредит Именно для Максима А Максим утверждает Что он никому ничего не должен Кто-то определенно врал И мне нужно было выяснить Кто и почему И тут я поняла Для какого случая Я оставила Мише свой шарф Вы где находитесь сейчас? Продиктуйте мне сейчас тогда адрес Человек подъедет к вам Передаст эту вещь И я считаю информацию Посмотрю Что между вами есть Алло, Миша? Здравствуй Это Рубина Михаил Присяжнюк Срочно отправляется На встречу с Максимом в Киеве А тем временем В Орехове Ольга Стогнушенко Подъезжает к дому Людмилы Жены Юрия Здравствуйте Меня зовут Ольга Стогнушенко Люда Мы только что были На месте смерти Юры В смерти его Виновата женщина Вытащите карту, пожалуйста Одну? Одну Карта выпала неожиданная Я ехала обвинять Люду А по сути Эта женщина Нуждалась в защите Вам помощь нужна Вам нужна помощь Фух Вдовы Мне почему-то идут Вдовы, вдовы Женщины вдовы Мой папа попал в аварию Я рано осталась без отца Я без отца Ты без отца И получается, что внучка моя без отца Понимаете? Жена Юры вдова уже в третьем поколении Это карма, которая идет по роду Это проклятие Люду, ее дочку Нужно было спасать Вот для чего дух Юры Привел меня в этот дом А где ваши свадебные платы? Сейчас Неси Его нельзя Ни в доме хранить И в вашей жизни Его нельзя хранить Вы в этом платье Вы невеста мертвого Вы невеста покойника Через платье вдовы Можно снять проклятие на вдовство Оно передается По женской линии в этом роду Готово Несите соль, бензин Что-то горючее Саша, есть бензин? Становись Клади платье Гори моя старая жизнь Гори проклятие Я отпускаю тебя Когда мы сожгли платье Как-то стало легче, что ли Спасибо Ольге Она подсказала И у моей дочки все будет хорошо Проклятие на вдовство я сняла Мне не хотелось говорить об этом вслух Но Юра отчасти погиб из-за того, что связал свою судьбу с Людой Ведь на ее роду стояла программа на уничтожение мужчин Но это лишь кармическое объяснение смерти мужчин В реальности же Юра убил не дух И не сущность А живой человек И его нужно было найти Именно поисками убийцы Сейчас и занимается Рубина Цибульская Алло, Рубина, я на месте Вижу Максима Сейчас передам ему шар Ребят, тут из съемочной группы Принесите мне второй шар Давайте, что там подержать Оба шара связаны между собой Энергетической невидимой нитью По которой я считываю информацию на расстоянии Мне нужно было понять Является ли Максим убийцей Юры Насколько я понимаю Вы хорошо знали Юрия, да? Мы, конечно, с детства дружили Я попросил Максима Ответить на несколько моих вопросов Меня интересовало Чем же Юра был так сильно обязан Школьному товарищу Что отправлял ему деньги В места лишения свободы С чем это было связано? С тем, что я сидел Слушать там хочется постоянно Я имею в виду, может, были какие-то долги между вами Это было очень давно Там ему карточка была, кредит Он ее пользовался По словам Максима Перед тем, как сесть в тюрьму Он долгое время финансово помогал Юре Парень работал на железной дороге И зарабатывал копейки Ему приходилось одалживать Чтобы сводить концы с концами По чуть-чуть, понемногу И долг накопился приличный Получается, Юра взял больше 15 тысяч в кредит Дабы отдать Максиму свой долг? Через шар пошла информация Что вины на Максиме нет Между этими двумя Все долги уплачены Максим на меня не произвел впечатление человека Который может убить за 15 тысяч Это такой бред Ну, на меня можно посмотреть На чем я езжу? У меня 4 сотрудника, каждый получает по десятке Тогда кто и за что лишил жизни Юрия? Деньги и долги я почувствовала не зря В свой последний вечер Юра искал деньги А нашел свою смерть Только от чьих рук? Рубина Цибульская возвращается к родственникам парня И делает расклад на картах Выходит, мужчина Мужчина нечистый, на руку Темненький Плотный такой Он последний видел его Кто это? Александр Товарищ, который с ним ушел тут вечером Чисто плотный парень Он может подставить, сдать Вечер трагедии Александр вместе с Юрием Отдыхали в кафе В центре города Орехов Расстались около 3 часов ночи Юра якобы присел на скамейку Чтобы сделать личный звонок по телефону А Саше велел идти домой Больше живым друга он не видел Нам сейчас нужно ехать к этому Александру Здравствуйте, можно вас? Александр? Да Привело вас то, что вы последний видели Юру живым Это так? Да Саша Давай мне руку твою Левая Смотри мне в глаза Ты очень волнуешься И страх у тебя есть На самом-то деле Ты Хранишь тайну У нее все, что надо рассказать Мы расстались Отошел и все Расстались Я чувствую, что ты связан с этим убийством Со смертью его Понимаешь? Вы звонили в эту ночь Саше? Юра? Нет Ночью мы расстались Я думал, домой пошел Никому не звонок Звонков не было? Нет Ваня мне говорит, брат, что звонок был Звонок был, три звонка И три раза был разговор После того уже, как вы расстались Вы расстались, короче Три звонка Сань, есть распечатка с телефонов 3.02, разговор минута 07 3.06, разговор 39 секунд И в 3.08, разговор минута 16 Факты загоняют Александра в тупик И ему ничего не остается, кроме как признаться Я ему звонил, чтобы он собирался И чтобы мы ищем домой Непонятно, откуда должен был собираться Юрий Со скамейки, на которой Саша его оставил Парень явно лжет Вечер трагедии Александр вместе с Юрием отдыхали в кафе В центре города Орехов Расстались около трех часов ночи Саша, ты темнишь, темнишь И совесть твоя-то нечистая Ты боишься Саша боялся У него дрожал голос Но чего он так боится? Я решила провести ритуал И считать информацию С помощью чаши и воды Ну ты знаешь Ты знаешь, кто это сделал И женщина знает Кто третьим был в ту ночь? У Люды Ну мы сидели у Люды Ну сотрудница Мы сидели у Люды Что это такое? Дом Кафе Что это? Дом Ну сотрудница Сотрудница Оказывается, после закрытия Местного кафе Юра и Саша Пошли в гости к их коллеге Людмиле Женщина также работала На железной дороге Дежурной по переезду У Люды друзья просидели Аж до трех ночи Эту женщину Полиция даже не допрашивала Мы сидели у нее Потом позвонила мне мать Я собрался домой Я вышел А он еще с ней разговаривал Сейчас тогда давай, Саша Поедем вместе с нами К этой люди Хорошо? Ну да Хорошо Я решила Устроить очную ставку Саше и Люде У них был ключ к разгадке Смерти Юры И я рассчитывала Что в общем разговоре Они проболтаются И я попросила Ольгу Чтобы она тоже подъехала К дому этой Люды Люд, мы к вам приехали Не просто так Мы ищем женщину Которая косвенно Причастна к смерти Юры Его убивал мужчина Но ключевой ситуацией Является женщина Здесь какая-то любовь Не это ли вот эта смерть? Знаешь, косвенное причастие женщины И мужчина убивает Юру Просто странно, что мужчина Приходит сюда, да? Как друг нравился, да А так, чтобы Любовные там какие-то отношения Ничего такого не было Почему вот всегда Только если дружат Значит, это уже секс Можете вытащить одну карту? Колесо С самого начала расследования Мне шла женская энергетика И карта выпала Колесо и императрица Он спешил к какой-то девушке В ту ночь У меня вопрос Скажите, пожалуйста Какой женщине Юра Пытался достучаться Докричаться Дозвониться Добежать Я не знаю Что это за женщина Которой он старался докричаться Ну да Он начал звонить Какой-то Говорит Мне надо девушку позвонить Или девушкам Или девушкой Я говорю Ну, посмотри Сколько время Уже поздно Какие девушки Что это за девушка? Сказал Настя Я там познакомился В АТБ Она работала Довцом Они встречались Ну, я с ним был Тогда Мы в кафешку посидели На минут 15 Я вообще впервые Впервые Об этом слышу Я Всегда доверяла Этому человеку И я Себе этого Даже представить Не могла То есть я Я не знаю Никаких Настя Наташ Свет Маш Никогда Ни о ком Не упоминалась Я даже не знала Что у него кто-то есть Но жена Ребенок Я знала А так Чтобы он Где-то ходил Он не просто Звонит Он к ней идет Его в эту ночь Убивают В истории С кассиром Настей Из Ореховского Супермаркета Очень много Странностей Во-первых Девушка Загадочно Исчезла Из города Вскоре После смерти Юрия Во-вторых В ночь убийства Камеры Видеонаблюдения Зафиксировали Его на кассе Супермаркета В 3.46 А это Всего за 20 минут До обнаружения Тела Это видео Из местного Супермаркета Удалось найти Родным Юрия Полиция даже Не заинтересовалась Записью Наш эксперт Михаил Присяжнюк Внимательно Посмотрел И проанализировал Информацию С камер У меня возникает вопрос Неужели именно Настя Последний Видела парня Живым Давайте так Я предлагаю Рубина Я все-таки Отправлюсь На поиски Этой Насти Поехали Где искать Настю Мы понятия Не имеем Поэтому Ольга Направляется В супермаркет Где когда-то работала Девушка И берет адрес Ее матери А Рубина Тем временем Хочет шаг за шагом Воссоздать Последний час жизни Юрия Сейчас Мне только остается Идти Последу Люда Так как он вышел Из вашего дома Последний Необходимо Яблоко Символ жизни Все-таки он живой Из вашего дома Вышел Принесите из машины Мои красные Ритуальные нитки Ольга Стогнушенко Уже у матери Анастасии Загадочной девушки Из супермаркета Ситуация в чем У вас есть дочь Она то ли видела То ли знает То ли как-то она Короче у нее Есть какая-то информация Поняли Она где Она что Не здесь сейчас Она уже полтора года Не здесь Люди которые убили Которые причастны к убийству Они могут ее найти И мне надо с ней поговорить Вы можете набрать ее Мне срочно нужно было Позвонить девушке Чтобы разобраться Настя, добрый вечер Здравствуйте Настя, меня зовут Оля Стогнушенко Мы расследуем Смерть Юрия Скажите, пожалуйста Какие у вас отношения Были с Юрой? Никаких Я работала в магазине Он расплачивался У меня на кассе Настя, смотрите Мы только что Буквально пять минут назад Общались с его другом Александром Вы знаете, о ком я говорю? Ну, тот, который Постоянно с ним заходил Да И он рассказывает Что вы сидели с ним В кафе Общались Правда это? Нет Мне кажется Вы немного лукавите Сейчас, Настя Но по телефону Мы с ним не общались Гулять никуда не ходили Откуда у него Ваш телефон? Ой, честно Я даже не помню Откуда у него Мой номер телефона Настя лгала И чего-то боялась Поэтому и смоталась В Киев Ну, он вам звонил Неоднократно Правильно я понимаю? Потому что он вам Звонил долго Много раз Да, но я же трубку не брала А почему не брали? Я в тот день была на работе Вы его видели в тот день? Вроде да, они заходили Они... Они... Это он и его друг, да? Ну, тот, который постоянно с ним заходил Они зашли вдвоем И все Больше они не приходили Да, я видела эту съемку Он сам выходил из магазина Он был сам А она, говоришь, что был с Сашей На камерах видеонаблюдения Есть видео Когда он приходит в супермаркет Сам ночью после трех часов По-моему, не заходили они дважды Что это? Девичья память? Или попытка скрыть что-то важное? О втором визите Юрия в супермаркет В 3.46 ночи Уверена Настя знает, кто убил Юру И самое интересное Убийцы знают, что она знает Поэтому девушка и убежала из родного города Как бы там ни было А Настя, похоже, не собирается называть имя убийцы Поэтому расследование продолжается Мне нужно ехать к Рубине, однозначно Я уверена, что Настя косвенно Повлияла на его уход из жизни То есть он шел к ней А пришел туда Его убивают мужчины Но движение началось уже возле супермаркета Там он сел в машину И все Пошел обратный отсчет Прямо сейчас Обратный отсчет последних минут жизни Юрия Пытается воссоздать и Рубина Цибульская Моя красная нить должна была указать место Где Юра уже не хозяин своей судьбы От дома коллеги Юрия Людмилы Ясновидящая дошла до этого места Нить заканчивается Дальше пути нет Здесь, на этом месте Сошлось три энергии Свидетеля Жертвы и убийцы Ну держи Колесница Подъезжает к нему машина Садится он В машину Машина не темная Яркий цвет В пользу того, что Юрия подвезли к месту, где его нашли мертвым Говорит и тот факт, что расстояние от супермаркета до трассы около двух километров Последний раз в поле зрения камер Юра попал на кассе супермаркета в 3.46 Водитель машины, развозивший хлеб, нашел тело в 4.07 Пройти такое расстояние менее чем за 20 минут нереально А здесь есть камеры? Да И видео у меня с нее есть Юра здесь проходил? Нет, Юра я не видел Сашу ты видел здесь? Ну я видел, проходил человек в светлой курточке по олеечке Ну Саша, да, так, так Ты видишь эту колесницу? Ты видишь ее? Я когда шел, не было ни людей, ни машин Саша, хватит уже врать Он видел, это факт Александр Северин не отрицает, что на видео мимо заправки проходит именно он А далее случается следующее Мимо человека на видео проносится красный автомобиль Время 3.51 Скорее всего, в автомобиле уже находится избитый до полусмерти Юра Предполагаю, что своих убийц он встретил возле супермаркета, когда поджидал Настю Именно там и завязалась драка Он сел в эту машину спокойно Там сидело несколько человек, я вижу троих Двое или трое людей Он знал их? Он знал их Он садится в машину, он знает этих людей Он прекрасно их знает Кого же Юра встретил возле супермаркета, ожидая Анастасию? И почему эта встреча завершилась его гибелью? Ну вот эти люди, которые были в машине Один из них имеет много крестов Много смертей на его руках Вы понимаете? Я слышу голос Мужчина говорит Я один из жертвы, помоги мне Я мертв Но меня не хоронили А его не хоронили Это было в вашем городе Его искали Искали человека Кто у вас пропал без вести? Ему около 40 лет Искали человека Темненькие Высокие Семьи нету Помоги мне Просят помощи Я знаю, что жил где-то в этом районе Руслан На базаре говорили, что он пошел на работу И не вернулся Я навел справки и узнал Действительно, 1 января 2017 года В соседнем селе Пески Пропал некий Руслан Сенич Ушел на работу на местную ферму И не вернулся Единственная его родственница Приемная мать Валентина Сенич Обратилась с заявлением о пропаже В правоохранительный орган Мужчина говорит Иди к моей матери Она знает, кто убил И скажет имя Есть какая-то женщина Которая плачет за сына Так же, как и мать Юры Только та мать Не стояла над гробом Она до сих пор не знает Где ее сын А расправился с ним Тот же человек Что и с Юрой Экстрасенсы приезжают К дому женщины Однако время позднее Двери закрыты Хозяйка Откуда мне знать, кто вы такие? Это программа следствия Ведут экстрасенсы Мы за сына за вашего пришли Он поехал на работу и пропал Он говорит мне Мама, скажи правду Какую? Ты знаешь имена Кто убил? Вы знаете, кто виноват в смерти вашего сына? Спросите у хозяина У которого он работал Как его зовут? Олег Паустовский Паустовский? Он живет по нашей улице в конце Двухэтажный дом Вот идите к нему и спрашивайте Олег Паустовский Местный предприниматель Владелец большой фермы У него два взрослых сына Костя и Дмитрий И всех троих Местные зовут пауками Ведь в селе У них не лучшая репутация Ну Паук этот Знатный отец в Орехове Обычно он набирает туда Ну, скажем так Пьянчушек там Вот этих И бездомных там И так далее Он будет работать за бутылку Подкормил его Михаил Пресижнюк Нашел бывшего работника фермы И этот мужчина рассказал Шокирующие вещи О пропавшем Руслане Он ему должен был заплатить зарплату Около Около 15 тысяч И тот начал ее требовать Да Ну и летальный исход Когда я у паука работал Там Там и полтинник Сложно было вытребовать Просто не хотел давать Да вообще ничего не платил 102 года ничего не платил Вообще ничего Что, неужели он мог кого-то завалить За эти несчастные деньги И не боялся Он там что, один? А не один Там уже кладбище можно собрать А кого он похоронил? Ну да Тот убит Тот погиб Оказывается, Руслан Не единственный работник Загадочно исчезнувший без вести Прямо с рабочего места Ну взял вот Отметелин его И все И что, и оставил? Ну да А где? На ферме И никто не заявлял А родственников нет Все, Массетти Получается, он выбирает таких А что же его до сих пор не закрыли? Получается, у него кто-то есть? Ментовки, да? Или как? Да по-любому там есть А как же? Я не мог поверить в услышанное Неужели человек сознательно выбирает работников Которых не будут искать родственники Если у него действительно есть свои люди в полиции То это многое объясняет В том числе и то Почему так халатно расследовали смерть Юрия А Руслана вообще не искали Доброй ночи вам Простите нас Она запуганная Запуганная она Ты что? Запуганная, бедная Могу подтвердить Что люди, на которых указала мать Руслана Действительно способны запугать Я встретился с женщиной Чтобы узнать подробности исчезновения ее сына Но паустовские как-то узнали о нашей встрече И вели себя, мягко говоря, некорректно Если честно К нему как к собаке относились На работе Было такое, что ни за что Приехали и по морде этот Олег Он даже своего отца довел Что тот повесился Олег? Паук? Да Люди поговаривают, что они его убили и закопали Они мне еще дом сожгут Вы нас ищете, а мы уже приехали Здравствуйте Разыскиваем парня, который пропал Руслана Ну да Пытаемся его найти Присажник, моя фамилия Да Документы А ваши документы? Ты давай документы Это вы меня ищете Вы какая-то организация? Что вы ищете? Костя, посмотри Кто вас вызвал? Кричать не надо и тыкать А мы не кричим В общем, разбирайтесь, я пошла Ну и рассказывайте, зачем вы все это устроили? Неудивительно, что после такого общения Старушка боится сказать о Паустовских хоть слово Поэтому Рубина и Ольга делают расклад на услышанные имена Имеют ли эти люди отношение к смерти Юрия? Значит, смотрите Этот человек, Олег Он в возрасте Такое ощущение, что как местный бандит И почему-то у меня идет карта семьи Клан У него два сына Не был ли как-то связан Юра с ними? Я видела у Юры Есть такая была записная книжечка маленькая И там вот я видела номер и написано было Паук Ну, то есть подписан Какой-то труд идет Труд на них То есть в прошлом он имел какую-то работу с ними Работал он на них? Ну да Давно это было? Ну, вспомнил Года три назад, два И Юра поначалу работал у него Ну, без оформления, без ничего Ну, никак Он там не зарабатывал Я говорю, ты мне объясни Сколько он тебе платит? Ответа нет Карты мне показывают Был разговор в ту ночь у Юры с ними И разговор неприятный За деньги В тот момент у Юры была одна головная боль Где достать деньги? Где деньги достать? Он ждал возле магазина девушку Но там он увидел и встретил вот этих людей На красной машине В семье Паустовских действительно есть автомобиль ВАЗ-21099 бордового цвета Возможно, именно ее зафиксировала камера на заправке Теперь я понимаю, женщина Женщина косвенно причастна Настя Это женщина Настя Он шел к ней И хотел ее аудиенции добиться И встречи с ней А встретил совершенно других людей Которые ему должны деньги А они были давно должны ему деньги Он что-то для них сделал А они ему не дали деньги за это А они говорят Сейчас ты получишь Все, что мы тебе должны Что это у меня упало? Какая карта? Карта движения Надо идти, идти к ним Направляться к ним Экстрасенсы вместе с родственниками Юрия Направляются к дому Паустовских И ворота золотые Как у короля Ты посмотри Дорого, богато Однако ворота закрыты Поэтому ясновидящие звонят хозяину Алло, Олег? Да Это программа следствия Везут экстрасенсы Мы стоим у вас Под воротами Вы можете выйти к нам? Зачем это? Мы хотим с вами Побеседовать Поговорить Так, все Рубина, эти люди не выйдут Потому что Рыльцы в пушку Поверьте мне Они все Окажутся наказанными Благодарны вам За расследование Криминального дела Благодаря вам Это дело раскроется И раскроется Не одна смерть А многие И люди Понесут наказание За помощью к экстрасенсам Обратились Супруги предпринимателей Из Ужгорода Эрика и Степан Мешко Родители 21-летней Яны И трехлетней Малышки Вивьен Несколько лет назад Семья сдала в аренду Квартиру покойных родителей Эрики Тогда в их жизни И начала твориться Чертовщина Был учитель Он преподавал Словацкий язык Весь учебный год Там прожил у меня На квартире Поначалу Как-то было Все вроде бы нормально Он в сорожницу Приезжал Выплачивал деньги И не ходила на квартиру Поэтому Что там было на квартире Честно говоря Я не особо смотрела Женщина была довольна Квартирантам Платил деньги вовремя Соседи на него Не жаловались Как вдруг Мужчина решил съехать Он мне говорит Ты знаешь Говорит Я не могу В этой квартире Находиться Все Я уезжаю Я больше сюда Не приду Все Слышу Дверь открывается И закрывается Эрика с мужем Сразу же приехали В ту квартиру И ужаснулись Мы подъезжаем Стои двери открытые Заходим Там стены Все обрисованные Смотрю на эти стены А у меня такой шок Просто шок Самый буквальный Он рисовал На этой стене Черт знает что Я не знаю Что это было Числа Какие-то иероглифы Какие-то знаки Какие-то надписи Ремонтом В квартире Занялась Старшая дочь Яна Девушка смыла Рисунки со стен И побелила их заново А уже на следующий день Начала страдать От необъяснимых Приступов агрессии Она взялась За ручку За дверь Я ее держу Такая была сила Передумала на эту дверь И она просто Вырвит эту ручку Дверь вместе с ней Я взрослый человек И не могла ее удержать Это проявлялось Все чаще и чаще Мне сложно это вам передать Зрачки Насколько они могут меняться Слышки агрессии такие Бывает даже ночь Бывало такое Честно я уже Переживал Как эта ночь пройдет Будет ли все хорошо Спим-спим Раз потом просыпается Ни кто не свои Плохо И все Она с мальчиком Ехала в машине Она ни с того ни с сего Раз и Ударила его по носу Готи Чуть ли не съехал с дороги Родители заподозрили Что телом дочери Завладел нечистый Они решили отвезти ее В церковь Пока мы доехали До нового района Доезжая до осторожницы еще У нее пропало зрение Она перестала видеть Мы поехали в больницу Ей дали укол Ей стало очень плохо Еле откачали ее Тяжелая история Очень тяжело это вспоминать Приступы у Яны прекратились Спустя несколько дней Зрение вернулось Но что-то странное Начало происходить С младшей дочерью Вивьен Стульчик тяжелый Шкафчик Стол Он нелегкий Тяжелый Для трехлетнего ребенка Это тяжелые вещи И она начинает Вот это вот все бросать Кидать У нее глаза тоже В тот момент Какие-то зеркальные Зрачки становятся Сразу большие Она начинает Переворачивать дом И свою детскую Верхдном Иногда эти приступы Агрессии очень сильные Она может Больно Ударить Разбить зеркало Напасть Медики Медики бессильны Мы пытались что-то делать Ходили и ездили К одним Ко вторым К третьим И решили обратиться К вам Помогите нам Пожалуйста Больше всего В жизни Я боюсь Чтобы не умерли Мои детки Вот Семья Для меня Семья Это все Все остальное Для меня Ничего не важно Абсолютно За дело Возьмутся Победитель 16-й битвы Экстрасенсов Сурен Джулакян И эмпат Ольга Стогнушенко Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Эрика Мой муж Степан Дочь наша Вивиан Дочь Яночка Если можно Да Мы пройдем К вам То что У дочери Эрики Подселенка Ощущалась четко Но изгнать Потустороннюю сущность Не разобравшись Очень опасно Нужно сперва Определить Что конкретно Сначала Завладела Яной А теперь Вселяется Вивьен Поток цифр Каких-то Пошел Как Цифры Не пойму То ли руны То ли цифры Была у нас Квартира На этой квартире Был учитель Снимал квартиру Вся стена Была описана Мы когда пришли Мы получили шок Реальный шок Это какие-то Ненормальные рисунки Он что-то сделал Может быть он вызвал Потусторонние сущности Пробудил потусторонний мир Который сейчас Тревожит ваших детей Необходимо попасть В эту квартиру Если вы позволите Мы можем с вами Туда проехать Квартира уже не моя Там живут Совершенно другие люди Мы можем Их попросить О том Чтобы Просканировать Чтобы они нас запустили Я с тобой не поеду У меня было Странное ощущение Что кто-то Следит за нами В этом дворе И это был Не человек Я решила Остаться здесь И понять Что это И с какими намерениями Пришло сюда Возможно Это и была Нечисть Нападавшая на девочек Достаньте пожалуйста Одну Один камешек Руна перевернутого рождения Но это не о вас Какая-то странная история Со вторыми родами Потому что Радость Да Рождается ребенок А люди плачут Дело в том Что Племянник умер И жены назначили Были роды На то число Когда он умер Оказывается Степан похоронил Своего племянника 22-летнего Мартина В декабре 2012 Парня сбил автомобиль Мать погибшего Анна Сегодня пришла Поддержать Своего брата Степана И никак не ожидала Что расследование Коснется Ее собственного горя Молодой Совсем молодой Да Он не своей смертью погиб Да Ты Но его душа не ушла Она приходит сюда Приходит к Вивьен Девочка не раз Жаловалась взрослым Что ее преследует Какой-то призрак Неужели это Действительно Покойный Мартин И говорит Про какого-то Постоянного дядю Который ее Беспокоит И куда-то ее зовет И она утром Рано или ночью Просыпается В крике Я пробовала От ребенка Спросить Что за дядя Как он выглядит Не может ребенок описать Но то, что какой-то дядя Ее беспокоит Это сто процентов И она в крике В поту Потная Она аж трясется Захлыскивается От этого страха Душа Мартина Не просто так Слонялась возле сестры Возможно Он искал тело В которое мог Вселиться Чтобы жить Такое бывает Если смерть Настигла человека В молодом возрасте И его душа Пытается вернуться К жизни Либо Если у души Есть какой-то Неразрешенный вопрос Тайна Что случилось Мы так и не знаем Нам нужно ехать туда И разбираться Там на месте смерти Яночка Ты оставайся Тогда с Манюней Хорошо Ольга отправляется На место гибели Мартина А Сурен Решает посетить квартиру Некогда арендованную Семьей учителем Из Словакии Виноват ли мужчина В том Что происходит С маленькой девочкой И что означают Странные знаки Которыми он Обрисовал Все стены в доме Это квартира Да вам Здравствуйте Здравствуйте Следствие ведут экстрасенсы Сурен Дело в том Что вот Бывшая хозяйка Раньше квартира Принадлежала ей В этой квартире Жил человек Им были нанесены Знаки На стены Я хочу понять Имеет ли это Отношение к магии И как это может Влиять на судьбу И жизнь Бывших хозяев Пожалуйста Заходите Благодарю вас А там у вас гостиная Да Ну да Там Можете зайти Учитель словацкого языка Как его зовут Имя скажите мне Пожалуйста Я реально не помню Я хотел посмотреть От чего убегал учитель Сам ли он призвал то С чем не смог справиться Но это Для меня оказалось Не так уж и просто Я не пойму Я вижу Как секундная стрелка Движется В обратном направлении Знаете Как время Как будто бы Отматывается назад Я в шоке От того Что происходит Со мной Такое впервые Подождите Сейчас меня Выбросило Вообще В другой период О боже Оно Как вот Кусками Отрывками Как время Сошло с ума Я не понимаю Что происходит Что это такое Сейчас Подождите Все же Экстрасенсу Удается Настроиться На нужный Отрезок времени Эрика Он боится Сам чего-то Что-то здесь Происходит Такое И он этого Боится Очень сильно Вы тоже Испытывали этот страх Да По ощущениям Идет Что Он четко Кого-то В этой квартире Видел Он слышал Шорохи Он видел Движение Какое-то Постоянное Вы же тоже Чувствовали Это В этой квартире Да Вот Вечно Мне такое Казалось Что Вот Именно С этой Сороны Что Вот Кто-то Здесь Стоит Кто-то Здесь Стоит Постоянно Вот Когда я Приходила сюда Мне все время Хотелось В эту сторону Повернуться Он не знает Он не знает Как спрятаться От этого Всего Он метается С комнаты В комнату Я вижу Что он Ищет Что-то Постоянно Смотрит Листает Какую-то Литературу Какие-то Книги Или Записи И в этих Записях Были Защитные Символы Почему-то Он считал Что Они его Спасут Оберегут Именно Эти Магические Знаки Повлияли На Яну Которая Делала В комнате Ремонт Но К Вивьен Они Отношения Не имеют И то Что Пугало Этого Мужчину Жило В этой Квартире Еще До Его Приезда Я Хотел Все же Перемотать Время И Увидеть Это Нечто Своими Глазами Но У меня Опять Начал Барахлить Секундами У меня Был Еще Один Способ Узнать Что За Потустороннее Существо Обитало В этой Квартире И Пугало Жильцов Эрика Если Вы Позволите Каплю Вашей Крови Для Того Чтобы Я Мог Считать Информацию Вижу Мужчину Мужчина Кровник Твой И Сейчас Идет Страшная Картинка Он Покинул Этот Мир Добровольно Сам Умер От Петли Это Твой Отец Так И Не Понимаю Почему Он Это Сделал Я Шок Получила Не Ожидала Вообще Такого У него Куча Планов Было Куча Всяких Идей Но Почему Экстрасенс Все Это Почувствовал Неужели Именно Дух Предыдущего Владельца Жилища Сводил С ума Квартиранта А Теперь Взялся За Собственную Внучку Мне показывают Очень жестокие Какие-то Сцены Издеваются Очень сильно Над тобой Да Да Было Дело Как Избивает Тебя До Полусмерти Он Просто Приходил Открывал Дверь Начинал Меня Беспричинно Избивать Чем Дальше Все Хуже 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 Это Просто Дверь Открылась Сразу Меня Зашкварки Закрыл Меня В комнату У него Был Солдатский Ремень И Этим Солдатским Ремен Меня Отдубасил Потому что Побить Это не то Было Слово Вроде бы Столько лет Прошло И все равно Я не могу Это Не могу Никак Это Быть Это Как Загнанный Зверек Мама Мама Но Ее Рядом Нет Мама Где-то В другом Месте Они Развелись Когда Мне Было 11 Лет Мама Жила Отдельно Я Осталась Сюда С Отцом Отец Умел Связи Умел Возможности Меня Присудили Ему Он Не Запретил С Мамой Видеться Я Вижу И ты Боялась Встречи С Матерью Потому Что Он Мог Избить Из-за Того Что Я С Не Встречусь Мы По дороге Шли Она Тоже На Другой Сторон Шла Я Подбежала К ней Если Мужчина Был Таким Жестоким Собственной Дочерью То Его Дух Действительно Может Мучить Родную Внучку Я Вижу Ваша Мама Она Тоже Как Убиенная Она Тоже Не Просто Так Ушла Из Соседка Увидела Что Дверь Приоткрыта И Заглянула Квартиру А Увидела Что Там Мама Уже Лежит Врачи Сказали Что Это Получила Она Удар По Голове И Кровознение Мозгов Виновных Не Нашли За Убийство Елизаветы Наказание Никто Не Понес Чувствую Ее Присутствие Она Мне Говорит Повторяет Одну И ту Же Фразу Останови Часы Останови Часы Что Это Значит Я Не Понимаю Она Зовет Она Говорит Придите И я Вам Расскажу Идет Обратный Отчет Времени И Опять Это Долбанное Время Я Не Могу Понять Такое Ощущение Что Время Имеет Какое Значение В Деда Не Трогал Внучку Но Я Чувствовал Что Его Смерть И Смерть Его Жены Хранят Страшную Тайну Вот Когда Мы Ее Раскроем Сможем Спасти Дочку Эрики Я Хотел Поехать На Могилу Лизы Вызвать Ее Дух Чтобы Узнать Тайну Нам Нужно Ехать На Кладбище К Хорошо Ехали А тем Временем Ольга Стогнушенко Ливьен Мартин Эмпат Почувствовала Что дух Парня Неупокоенный И возможно Именно он Вселялся В старшую Сестру А теперь Изводит Младшую Нам Надо Сейчас Позвать Его Душу Он Он Пришел Он Идет За Ручку С Какой-то Девочкой Улыбаются Болтают Сихикают Такие Знаете Вот Нежные Чувства Когда Любовь А потом Он Как-то Поворачивается И Видит Как Ветет Машина Он Ее Получается Как Хватает И Вперед Вот Так Вот Так Вот Так Все Происходит Он Ее Оттянул Сам Попал Дикая Боль Во Всем Теле Больно Больно Везде Душа Уже Должна Отлететь Она Не Отлетает Было Сильное Сердце Его Еще 40 минут Он Еще Жил Разорван Все Внутри Внутри Все Все Были Разорваны И Тело И На теле Тоже На теле Так же Самое Если Мартин Спас Возлюбленную Ценой Собственной Жизни Значит Он Попал В рай В таком Случа Он Не Может Нести Угрозы Вивьен Мартин Стал Ангелом Хранителем Он Защищает Сестричку И только Благодаря Ему Девочка Еще Жива Я вам Предлагаю Сейчас Отпустить Его душ Хватит Правда Хватит Спасибо вам Я Отпустила Дух Мартина Из этого мира Навсегда С благословения Его родителей Это не он Вселяется Вивьен Но при этом Я просто Не понимала Где искать Причину Ее одержимости Дальше Нужно было Ехать к Сурену Может быть Он на верном пути Экстрасенсы Встречаются Возле кладбища Где похоронена Мама Эрики Елизавета Странные вещи Происходят Какие-то Сбои Вход в этот мир Эрика Пожалуйста Помоги нам Прошу тебя Пришла Скажи пожалуйста Что угрожает детям Почему Почему ты Сказала Что надо Прийти сюда Моя смерть Причина Я знаю Что тебя убили Скажи мне пожалуйста Кто это сделал Показывает пальцем На тебя Это она знает Степан Кто такой Степан Отец мой Степан Орендатор опугал И сводил с ума Дух покойного Отца Эрики Он повесился В этой квартире Но призрак деда Не причастен к тому Что происходит С его внучкой Ваша мама Она тоже Как убиенная Она тоже Не просто так Ушла из жизни Она мне говорит Повторяет Одну и ту же фразу Останови часы Останови часы Нужно было призвать Душу матери И узнать Что она пытается Рассказать Скажи пожалуйста Что угрожает детям Моя смерть Есть причина Я знаю Что тебя убили Скажи мне пожалуйста Кто это сделал Степан Кто такой Степан Отец мой Степан Он три дня Был в командировке В тот вечер Он был у нее Он был там Мужик не похвал Я подозревала В глубине это Почувствовала Что Как-то странно Это командирок Совпадение Я знала его характер Мне тоже это было В мыслях Такое вот Что Она обнимает тебя Стоит Она говорит Прости меня пожалуйста Что я тебя Не защитила Прости Что я за тебя Не боролась Я виновата Перед тобой Я не защитила Тебя Я не спасла Тебя Я знала Что он Над тобой Издевается Она говорит Я его очень боялась Он не давал мне жить Да я знаю Я абсолютно не обижаюсь За это на нее Абсолютно И понимаю Что она Так же зависима была От него Как и я Я это все Прекрасно понимаю Она ушла Уходя Она сказала Найдите женщину Которая запустила Обратный отсчет времени Он убил меня Из-за нее Можно попросить У кого-нибудь Наручные часы Я попросил Чужие часы Чтобы подсоединиться К информационному полю Через вещь Чужого человека Обмануть то Что влияло На мое время И ненадолго Это сработало Я увидел Женщину Которая связана С отцом Эрики И от нее Идет угроза Детям Женщина Такая Как Невысокого роста Грузного Такого телосложения Волос как-то Вот так вот Зачесан назад Есть дочь А Ольга Ее зовут Когда отец Говорил Что у них Была в молодости Связь Еще когда Меня там Не было Еще В планах Но он Ее Не Ну оставил И остался С матерью Моей Якобы у них Есть Общая дочь Оказывается На ее поиски С вами поговорить Пару минут Смотрите Я вам фотографию покажу Это мама ваша Или нет Можно в подс Да Мама Вот и тут мама Да Это вы на фотографии? Вы знали Что у вас есть сестра Ваша дочка Ваша Это ваша родная кровь Вы произошли От одного и того же мужчины Мне мама не сказала Сказала Видимо Мы можем к маме поехать Сейчас я перезвоню Хорошо Диана была в шоке С 40 лет Женщина не подозревала О том Что у нее есть Родная сестра По отцу Для того Чтобы узнать правду Она согласилась С нами Пройти к маме И расставить Все точки над и Я не 43 Где-то приблизительно Да Лет Нет 40 40 40 77 41 Ровесница Даже ровесница Получается Эрика шокирована Не меньше Ведь отец утверждал Что другая дочь У него родилась Задолго до ее появления Теперь получается Что женщины Степана Забеременели И родили Почти одновременно Как вам Эта фотография Это мой отец Перед смертью Вот взял Все фотографии Поотрывал Поставил вас туда Это он сделал А глаза у вас Его Очень на него Похожи А вот это Когда у меня Родился ребенок Пришла ваша мама С моим Ну с нашим Возможно отцом И тогда я узнала В тот день Что существуете Еще вы Эта женщина Очень сильно Обозленная На то Что Первое Он выбрал мать А не ее Второе Что ее ребенок Воспитывался Без отца А я с отцом Мать Дианы Сейчас на работе Женщина работает В кафе Неподалеку Виновна Другая Женщина Ее отца Мы приехали Сегодня Потому что При расследовании Выяснились обстоятельства Что вы Состояли в любовной Связи со Степаном Оль У вас была связь Со Степаном Ну когда-то была Скажите По какой причине Получилось так Что вы одновременно С его супругой Забеременели В один и тот же год Вы знали Что у него есть семья Вы знали Что он живет Уже не первый год С другой женщиной И тем не менее Вы так легко Лезли В чужую семью Я думала Диана там старше Значительно Каких-то пять лет И получается Что ну Это где-то было Наверное До моей мамы И он вас оставил А теперь получается Это вообще катастрофа Одновременно Он жил И с вами И с матерью Это ее проблемы были Ну Диана же его дочь Это его дочь Она на него похожа Между ними Кровная связь Кровная И вы это прекрасно знаете Когда эту фотографию Мы делали с вами Вы тут находились Да Вот тут отец мой покойный Тут вы пришли Вы его под руку взяли Вы тогда приехали Ко мне домой Сообщили С отцом Что Это моя родная сестра Вы мне заявили Вдвое Хохотали Но мне было Совсем не смешно А вам Акабы Хоть как И в итоге Это правда Или неправда Ну как вы не знаете Конечно правда Ярико Понятно что это правда Ну как вы не знаете Это правда Диана сейчас получила Тоже шок Так как я 20 лет тому назад Я 20 лет сидела Молчала И не искала Диану И не искала вас И не хотела лезть вам в душу Диана вы знали что ваш отец Он вам не родной Да Откуда вы это знали Мама Мама говорила Я знала Но кто родной Я не знала Почему 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 вы не сказали Получилось Наконец то Всем миром дожали Ольгу Что родила она Диану От отца Эрики А значит она сегодня Обрела сестру Я очень рада Что нашла сестру Наконец Я мечтала иметь сестру Спасибо Я рада Впервые за 40 лет Сестры встретились Несмотря на ошибки родителей Они счастливы Что нашли друг друга Все это конечно же прекрасно Но как же Ольга Причастны к страданиям Вивьен Я начал настраиваться на то Что угрожает ребенку Есть угроза над детьми И следы привели к вам Если это правда Вы мне очень делаете плохо Мне и моей семье Моим детям в первую очередь Хорошо бы было бы Если бы вы помогли бы Разрешить эту ситуацию Если на самом деле Вы что-то просто сейчас лукавите И вы что-то делали Почему сейчас Это не она виновата Здесь имеет место быть Какая-то другая сила Какая-то другая связь Я сейчас попробую еще раз Поработать со временем Для того, чтобы поймать Все-таки нужный временной период Я не понимаю Остановите время Я не понимаю Что это такое Что это значит Остановите время Вы хотите, чтобы я остановил время? Вот я вам Остановлю время Я сейчас вам Это время Остановлю Я это время Так остановлю Чтоб Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Стой Зачем ты разбил часы? Слушай Ты их полностью разбил что ли? Тихо-тихо-тихо-тихо Да, я повел себя неадекватно Это был настоящий приступ ярости Но именно это мне помогло Понять, куда двигаться дальше Где искать спасение для девочки Я когда разбил часы Мне пришла информация Я сейчас увидел Женщину Которая работает со временем так же как и я она проводила какие-то практики и обряды со временем и это как ты это связано со смертью вашего отца отчет времени продолжается этот отчет времени имеет отношение к детям вашим детям это как обратный отсчет гибели мне пошел странный образ взрослая женщина но еле не знаю 60 может больше у неё на плече как паук четыре мужчины эти мужчины как черной паутиной обтянуты и эта женщина недобрая у нее же лицо сводит от злости я нет я не помню кто это такая пауки это обычно символ вот ну черт черного вдовства роковая женщина которая приносит беду мужчинам которая приносит смерть болезни кошмары и ужасы в их жизни и это не оля это не она это последняя жена когда какой-то он жил уже но это мило вот пришла мы с ней познакомились нам очень не понравилось с первого раза она выглядела хитрой из-за сбоя во времени мы перепутали любовниц степана и эрика сбила на с толку тем что рассказала об ольге людмила и есть та женщина которая работает со временем она проводила какие-то практики и обряды со временем что-то связано с часами и это как-то связано со смертью вашего отца когда он умер возле него были часы потом эти часы стали сказали надо эти часы завести и мы эти часы завели похоронили его вместе с часами и где-то может через месяцев два является это мило в половину себя потому что такая крупная женщина была взгорбленная где мои часы и вы какие часы ты мне должна помочь потому что я умру я говорю я не знаю чем вы говорите про что ты про что вы вообще мне говорить у него были мои часы у него были говорю часы но ты часы были его и потом это через недели две мы обнаружили действительно уже те часы которые были моего отца но они настолько были похожи что я но я просто машинально и попутала мы получается похоронили отца в ее часа она нам сказала что это часы не ее а ее покойного мужа вот почему мне пришел образ четверых мужчин окутанных паутиной они все попали в ее сети эта женщина питалась энергия своих мужей как энергетический вампир когда степан умер часы похоронили с ним и механизм нарушился она начала терять свою энергию и есть становилось все хуже и это женщина она прекрасно понимала с чем она работает и что она делает вот почему сегодня весь день часы выделывают да нам надо ехать не да нам нужно поспешить к ней эрика вместе с экстрасенсами уже у дома людмилы хозяева есть кто дома мило 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 здравствуйте да это она стёпа на вас на секундочку здравствуйте это следствие идут экстрасенсы мы экстрасенсы приехали нам нужно с вами поговорить ничего подобного не нужно меня впутывать давайте я что ты вызовешь он закрыт мила выйди сюда пожалуйста чего вы хотите выйди сюда посмотри на меня и узнаешь чего я хочу я не выйду но почему вы не выйдете вам есть что скрывать или что в чем причина мы хотим поговорить с вами вы чего-то боитесь мил чего вы боитесь скажите пожалуйста сурен к чертовой матери мне надо просканировать дом сразу ту риса слышу ты видел труна рождения перевернутая женское счастье она родилась проклятием она приспособилась к этой ситуации то что шел образ паучихи то что шел образ паука на плече у женщины это вот все эти в свои заманивают мужиков берет то что хочет берет с них ресурсы все от одного мужчины она получила машину от другого мужчины она получила квартиру от третьего мужчины дом от 4 моего отца деньги он был будто околдован и глаза его были какими-то мутными и мужики теряют не просто деньги там или какие-то ценности теряют жизненную силу жизненную энергию да это с ним произошло очень резко абсолютная пустота эта женщина использовала магию она своим мужчинам давала часы которые были заговоренные вот я не могу понять как это связано с тем что угрожает девочки я тебе объясню любой магический ритуал если это связано с черной магии привязываются сущности понимаете сущности с потустороннего мира и вот обычно после такой работы этих сущностей отвязывают так как в данном случае магия была сделана на часах до которые отдавались мужчинам эти сущности были привязаны непосредственно к часам а часы как мы понимаем уже находится в могиле степана и получается что данные сущности они могут влиять только на родовую ветку степана беспокоят детей они беспокоят рот нужно отвязать этих сущности от родового древа для того чтобы больше не было угрозы него на вашим дочерям мой секундомер давал сбой только потому что время этой семьи уже была нарушена магии милы а а а а а а а а а и и и Переворачивай, ставь. Наш ритуал отвязал сущности от их рода. И теперь все беды этой семьи в прошлом. Вам больше ничего не угрожает. Несколько дней будет очень хотеться спать. С каждым днем силы будут возвращаться к вам. Искренне низкий поклон. Спасибо вам. Искренне от меня, от всей моей семьи, от моих детей. Я вам очень благодарна. Главное, чтобы вы это прочувствовали. Благодарю вас. Благодарю вас. Спасибо вам. Спасибо.